Доброе утро! Привет, ребята! И вот мы наконец-то в Ялте, собственно говоря, вот остановились здесь вот на улице Липнехта, Липхнехта. Вчера поздно, ночью уже можно сказать, около часа ночи приехали, где-то сняли здесь номер. Вот сейчас идем смотреть окрестности, что у нас здесь окружает. Горы такие Ай-Петри здесь виднеются. Растительность интересная. Кипарисы. Здесь вот так, садовая 33А, агентство недвижимости. А? Ничего у нас здесь за растительность имеется. А здесь вот Авойча, по-моему, да? Вот смотри, желтые ягоды. О, мама. Как-то так. И вот это, по-моему, из-за него растет. По-моему, это кино. Ну, короче, кинотеатр, походу, вот это, да? Ну да, 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 да. Говорю, кинотеатр, и там напротив мэрия. Значит, вот он, мэрия, по-моему. Мэрия города. Вот так. Приближаемся к набережной. Мы подходим к подземному переходу, сейчас потом переходим, и получается, мы уже на набережную выходим. Вот тут кто-то музыку исполняет. Начинается. Как на Арбате. Знаешь, музыканты там. Всякое такое. Ну, причем, здесь все. Какая? Ну, какая она будет. 20, 20, 20, салутки. Там, типа, поход ты имеешь в виду? Не, не знаю, ничего. Должен какой-нибудь съездить. Должен какой-нибудь съездить. Ласточкиное гнездо. На катере, вот. На катере сколько стоит? 500. Яхты 4 часа с купонем. 1000. Понятно. Посмотрим. Может быть и съездим. Ласточкиное гнездо. Какие девочки. Все светится, но очень прикольно. Сделано здесь. Магнолия. Цветочки. Пойдем поближе к Магнолии. Подойдем. Ирица здесь в Магнолии растут. В Сочи тоже самое. Похоже. Абсолютно растительность. Что там в субтробике? Что здесь? Пальмочки такие. Не маленькие, да? Не знаю, не с чем сравнить. Но сравнить с которым мы проходили там, возле дома. Как-то незрачно смотрелись. Сравнивать. Бананов не хватает, что несели еще. Но это банановые деревья. На пальмах бананы не растут, как все думают. На пальмах такосы растут, а бананы на земле вот. Бананы такие банановые деревья называются. Здесь вечером движуха, блин. Здесь бывают танцы. Вот памятник Ленина, кстати, здесь должен быть. Где вчера тусовка была? И Ленин Великий нам путь указал. Что-то он немножко, конечно, засранный. Но так вроде ничего. Какой-то фестиваль проходит здесь танцевальный. Вот, вечерами бывает. Сейчас это мы только можем увидеть вечером. Магдональд сам виднеется еще. Но здесь как-то не так жарко, как в городе. По крайней мере, обдувает морской бриз и как-то более-менее становится. О, на Айпетре у нас горы виднеются. Красота. Туда, кстати, можно подняться по канатной дороге. Что, собственно, и сделано в ближайшем будущем, я думаю. Все, мы покажем вам все. Вот там что-то приближается. Какой-то теплоход. Ах, белый теплоход. Так и хочется, да, на теплоходе походить по морю? Да, можно. Не, ну это все, естественно, можно узнать, что почем. Вот они пошли на теплоходе. Там набрали людей и погнали. Сколько прогулочка стоит? Надо им поинтересоваться. А так прогулочка сколько стоит? Это стоит час со всей компанией 4 тысячи рублей. А, это компания, да, сразу можно? А компания большая, может быть? Любая? 10 человек? Нет, 8 человек. По документам. Сколько разрешено по документам. А, ну ясно. То есть вдвоем, конечно, это не выгодно. Надо что-нибудь попроще. Так теплоходы, прогулочные всякие есть, да? Полно там понадобится. Вот, спасибо. Ну, надо, если при себе иметь паспорт, жилет, это все надо. А, паспорт на себе? Полиция все проверяет, все очень строго. Все ясно. Спасибо. Даже на мотоцикле кататься нужен паспорт. На скутере смысле? А мотоцикл тоже можно взять на прокал? Да, да, на Массандрске. Ага. Массандрске, это куда идти? А, туда. А, это там, ясно. А, это там, ясно. Потому что там как раз нам жюри предлагали в этом районе. Там же предлагали в том районе. Может быть, ясно не ориентировался. Я тоже. А теперь уже остановлюсь. У нас плохой, да он сел и поехал. Чего? 8 тысяч, ёмно. Час. Ну, это опять же 8 человек. Ну, вот. Косарева, Косарева. Не имеет смысла такой брать. Нам надо брать теплоход. Вон Васашкин везуас. Вон, Васашкин везуас. Вон, видишь, там где-то сбок, сбок, издалека, далека. Рыбалка? Рыбалка, да? А что, почем рыбалка? Две с половиной часа рендокантин. А, это вот это вот, да? Да, Ронштадт. Вот вы сели, мы вышли, наловим рыбки, вы поймаете. Мы тут же приготовим. А какая рыбка водится? Ставрида, пикша. А, а камбола, ничего такого, да? Там это надо долго, да, донки забрасывать. А еще это, акулу можно поймать, да? Можно поймать. Ну, это очень постараться надо. Да, суток надвое погнали, поймаем. Да, туда, да? В открытое море. Да. А здесь вообще хрен его найдешь, да, акулу? Нет, не может. Ну, это надо, значит, стать. Катран, да? Катранник стать. Конечно, как гемора. Во-первых, это время надо не два часа. Вам же надо за час все поймать. Да нет, конечно, понятно. На целый день вышли, может быть. Ну, понятно. Попробовать можно. Не факт, да. Как повезет. Ну, Анька, спасибо. Удачи. Короче, нам парнишка сказал так, что мы только придем к вечеру, к Васточкиному гнезду, если пешкодралом, да. Хотя так, на первый взгляд, кажется, не очень-то и далеко бы. Вот так вот. Поэтому мы не будем рисковать, просто брать катер и поедем туда как-нибудь, да? Вот даже когда-нибудь завтра или сегодня как получится. На, как каракатится. Такой пиратский такой стиль, да? У него там чувак. Ну, да, да. Возвращай вас, пожалуйста, на рабочее место. А ты куда смотрел? На меня смотри. На меня. Привет. Отлично. Пар репортеров, это наша тема. Надо туда идти. Или в стиле ТВ, короче, все будет. Пойдем. Студия. О, чувак, смотри, летит на параплане. Смотри, на параплане что улетит. Да, есть такие. Слушай, ну какая-то услуга сколько интересно будет стоить? Я бы тоже полетал бы. 20 минут. Это будет увлекательно. Ради так хорошей съемки с тупрошкой в магазине. Ради так хорошей съемки с тупрошкой в магазине. Нет. Простой мою стиле. Говоришь, что ты крутил? Нет. А что, ты? Ты же фанат. Мототехника. Вы думали байк-шоу вот что какое-то можно проездить, это будет по набережной. к сути продаете тоже спасибо о песне знакомая в ялка ялта 2 теплоходе вот такой морской про теплоходе где он прям знаешь там внизу там наверняка кондиционер все есть там даже не будет жаркой может быть перевели не верху на верхнюю палубу но мы можем поесть посмотрим на поле терраса репортер наверно стоит туда зайти дымные кальянные какие-то париса круто здравствуйте а у вас обедов не туда здесь ну да типа комплекс нет такого да пойдем тогда там еще на 1 столовую как бы нам покушать здесь жарко сидеть если бы пенсионер был бы хотел и это такое помещение но виду да красивый с вечером хорошо это техника в руках тебе наверняка первое впечатление красиво даже не супер вообще тело все такого в стиле как будто заграницей даже где находишься если бы не русская речь что такое ночной куб какой-то рекламируете ночной куб а что это кухня а кафе просто покушать как он называется они еще там все свое было похоже да ну ладно спасибо большое вот и новое жилище предлагаю да премиум класса крутяк да смотрится андрей все пойдем узнаем чё почем поднимется наверх давай поднимать просто посмотрим сейчас сколько стоит а поедем наверно завтра или ты хочешь сегодня поскольку на стоит взрослые 400 детский время времени с 10 без ограничений что-то походу на здесь по крайней мере не такая мутная вода как был вчера феодосиев в этого как ты беля блин это уже хорошо набережные 29 уже от нее кедр случайно растет это да ешь а это кедра растет знаете разбирайте а это что такое а ну это дорого на сколько стоит просрочка от 6 . процента для вас это дорого а так вообще квадратный метр так ста пятидесяти где-то там на набережной там непреклада работа просил это надо сами местные что так частично на смысле с крыма откуда с другого места до а уж то есть вот он до 80 км где-то даже 80 по мне то или где-то 80 ну как не жарко и здесь хорошо здесь хорошо 1 столовая есть там в этом направлении что это прямо сейчас вот сюда направо налево пройти немножечко а апельсин это не столовая ресторан там уже цены какие соответственно все спасибо большое информация до свидания по крыму по крым по крым экскурсии вот он памятник знаменитый анатолий павлович у чехова и дама собачка многие произведения были написаны здесь именно здесь где-то позже гурзуфе по-моему там у него доме где-то есть графируешь и куб короче на заднем фоне надо сегодня зайти вечерком не любишь песни петь я люблю даже абсолютно трезвый могу спеть принципе вот такие вот дела такие пальмы цветочки все так красиво на вот здесь вот хорошо Нету у тебя таких родственников? Апельсин. Апельсин. А, типа, коросы. Апельсин. Под апельсином мы идем, короче, под рестораном. Так прикольно, ветерочек обдувает. Художники рисуют виды. Ну, красиво у вас получается. А вы в Ласточкино внизу не рисовали? Нет. В Ласточкино? Нет. Нет? А потом продаете? Нет. Просто для себя, да? Ясно. Успехов творческих. Нет. Ну что, как, Андрюх? Впечатляет. Слушай, отсюда прям ныряют некоторые, да? Ну, сюда, конечно, нельзя нырять. С той стороны. Ну, а сейчас поднимемся в апельсин, в общем-то, посмотрим, как здесь отдыхают люди. Может, перекусим тут чуть-чуть, да? Хорошо, ветерочек обдувает. Сидеть, я думаю, приятно. О, смотри какая. Девушка с копьем. Древние греки. Типа основали. Дорог Ялту. Назвали поначалу Ярос. Что так? Переводится как берег. Служный берег. Здравствуйте. Девушка. Девушка. Куда можно присесть? Куда хотим? В любое место, куда хотим. Да, конечно. Здесь у нас зона не кряще. Не, мы не кряще. Вот. Там открываться как раз не выдаем. Можете выиграть место для двоих, можете выбрать зиманчик. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Хотите? Так. Где будем падать? Туда, возле берега? Возле моря, вернее. Чтобы сучьё прыгнуть сразу. А никто отсюда не пробовал прыгать? Нет. Не было ещё таких сучьев? Самоубийц. А может быть нормально. Представляете, мы поели, попили и вас прыгнули. И нас не поймаете. Да, хорошо. Да? Главное, чтобы живость была. Пожалуйста. Какое приветствие, как нас народ любит. Заплатить заплатим за вас. Спасибо. Ну что, перекусим или всё? Чё? Ой, цены здесь, конечно, ребята, не приближённые к ресторанам. Ассорти свежих овощей. 270. А, 270 грамм, 340 рублей. Вот так. 290 рублей больше с пампушками, да? А грибной крем 390. Ё-моё. Ты готов платить 290? А, наезд. А, наезд. Можь холодного взять, борща бы. Да, возьми. Или носить окрошка. Не, окрошка что-то стрёмно пронесёт, не дай бог. На кефире, блин. На кефире минерального. Не, я обычно на квасе обычно люблю, так что-то на кефире не пробовал. Давайте вот борща вот такого. Свекольник холодного? Да, свекольник холодного, да. И ещё кофе вот там, американо, по-моему, у вас, да? Да, есть американо, кабачино, латте. Да. И он, Андрюх, сейчас чуть-чуть ещё закажет. Американо с платоном без? Да, можем чуть-чуть там молочка добавить. Спагетти вот, карбонара с бетоном. Угу. И зелёный чай. Зелёный чай сенча, саусэм, жасминовый, мято-мелисса. А у вас кипяточка можно просто попросить? А тебе зачем? Ну, у меня есть у нас. Пуэр, блин. А ты заварить хочешь? Сейчас заварю по пуэрчику. Ну, я пуэр сейчас покажу. Зелёный, как и ещё раз. Сенча, саусэм, жасминовый, мято-мелисса. Нет, мято-мелисса. Чай сразу? Чай, да, давайте сразу. Пусть стоит. Стрёмно, стрёмно. Красивое место. Андрюха, как? Тюрочка бывает, классно. Вот, Андрюха, скажу своё мнение ещё раз. Что тебе больше понравилось из того, что мы увидели на берегу Крыма? Да. Как проезжали? Пока Ялта. Пока Ялта на первом месте всё-таки. Да. Более современно. Угу. Согласен. Так, она более цивилизованная. Вот, вот так вот нам принесли здесь борщец, холодный борщец. Так всё украшено красиво. Андрюха, ты что заказал? Спагетти. Спагетти с чем? С беконом. Отлично. Приятного аппетита. Но мы заказали борща, холодного борща. Типа свекольная даже сметанка есть. Ну так, необычно. Борщица. Травки много. Петрушки всякой там. Сидим здесь, в ресторане апельсин. И вот над нами вот там вот виднеется даже чайочка такая подависла. Слушай, попробуй дотронуться. Нифига не боится, блин, прикинь. Она не боится. Мне до неё можно реально дотронуться. Погладить через стен. Что такое? Виноградом запу. Выбирайте. Виноградом запу. Виноградом запу. Выбирайте. Виноградом запу. Спасибо. Сейчас искупаемся здесь. Наконец, и добрались до Ады. Ура. Будем покупаться здесь, в этой чистенькой водичке. Занырнём. Поймаем крабика. Не, очки не взял. Вряд ли поймаю. Там не видно. Верно. 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 Водичка просто классная! Суперская вода! Вот идем гуляем по набережной дальше, проходим мимо какого-то ресторана. Тебе что-нибудь не говорит это название? Из Паниола. Говорят, здесь снимался фильм Остров Сокровищ. Тут сейчас находится ресторан. И что пойдем дальше гуляем? Вот футболочки можно посмотреть. Крым, Россия, все такое. А мужская есть? Тоже 600, да? 450. Ага. Вот такая ласточка. Ага. 350, да? Да. Хорошо, спасибо. Пляж. Приморский пляж. А что? Мобильчик. Московия. Красный жук. Цвет моря прикольный. Бирюзовый прям такой. Красно смотрится. Ну вот такие же 10 каюты есть. Такое маленькое бунгало. Можно уединиться и лечь. Андрюх, вот тебе вот такой вот вариант. Все нормально, сейчас отдохнем. Кстати, можно с ночью убрать. Ладно. Такой хороший домик. Он дает тень. Вон мы будем в тенечке лежать. Андрюха, давай, раздевайся. Вперед. Вперед да с песней. Андрюха, наконец-то пошел купаться. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну че, Андрюха, как водичка? Нормуль? Соленая. Соленая? Ну, освежает? Ну, не ест. Бодрит? Пойдем на другой пляжик, посмотрим, как там. Там вроде все по-цивильнее, но к этому, наверное, отелю относится. Опера Прима. Вот разом это сделано. Так. Прямо что, здесь название? Что, здесь? Так. Так. Че, идем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опере Прима. Пляж работы с 7 до 19. Администрация установлена цены на услуги. Оплата услуг производит через кассиров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эндрюха, пойдем пройдемся туда. По-моему, здесь все так продумано, начать материала. Все сырая жопа здесь не помешает. Кафе-бар «Медуза». А катамаран сколько у вас стоит? 300 рублей. 300 рублей час. Да. Ну, двоем, да, можно? Двоем, троем. Все, понятно. А 150 это час? Шезлонка? Нет. 150-то везде. А, везде, да? Понятно. Спасибо большое. Как ялата вообще? Нравится? Ялата? Да. Ну, нормально. Что именно хорошо запомнилось? Какие впечатления там особо не получили? От чего? А, вы меня записываете? Не надо. А, вы что, стесняйтесь? Ну, ладно, я вас не буду записывать, ну, просто мнение. Сейчас пойдем, короче, прокатимся вот на этом катамаранчике. Взяли его на прокат. Пойдем в далекое плавание. Путешествовать по морю. Как нам? Нам садиться, да? Еще взяли катамаранчик и повывем, в общем-то. В Турцию поехали. 300 км, блин. Нам уже не помеха, блин. Продолили сколько мы? 1700? Правда, на машине. Такие экстремалы такие, наверное. Опытные. Сейчас в Турцию. В Турцию махнем. Не глянем. Красава. Сейчас в даласточканом гнезда, в лучшем случае. Доберемся. Покажем вам, как оно выглядит. До времени. До плывем до ласточканого гнезда. Кстати, времени мы не засекли. 20 минут. Приветствую вас. Там, на Баркасе. Как плавается. Ну и слава богу. Отдаласточканого гнезда еще очень-очень далеко. Да-да-да. Ну и слава богу. Ну и слава богу. По-русски. Это rồi. Номер 2010 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На улице жарко, после такой неимоверной жары стоит отдохнуть в клубе История, где много морепрохладных коктейлей, танцевальной музыки, а вместе с вами всю ночь до рассвета... Пляжи в Ялте ближе к вечеру, народу еще стало больше. Часов пять где-то. Шестой час. Вот так вот. Художественная тема, тематика тоже. Тип арбата, да? Знаете, сколько всего много? Попробуем пищу. Местную пищу в столовой. Какие цены? Перец фаршированный. Будешь брать? 95 рублей. А менюшка есть вообще? Можешь рыбку такую взять? Не, такую типу бывает. Барабулька, блин, местная. Она местная, черноморская. Двеная семена. А вот он. Украинский, 60 рублей всего лишь. А мы сегодня брали за 300. Мы зашли к победе в столовой такая-то. Красивый фонтанчик. Пальма. То есть не пальма, а банановые деревья. Грузить бананов только не видно. Взяли, короче, покушать отмивную и свиную. Салатик. Все это обошлось 190 рублей. Вот. 191. Как умрет? А кто-то в сторону тренируется? А кто-то в сторону поехал, брат? А он мне звонил? Наверное, в пути, скорее всего. Они вчера ночью должны были. Водимся. То есть он по-любому сегодня где-то только в вечер приедет. Где-то ночью, как не помнишь тогда? 12. Но видишь, он едет с семьей, они будут чаще останавливаться. Они четвером едут. Возможно, где-то ночует. Возможно, уже где-нибудь за ночует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова